Сегодня тренировка игровая, квадраты, немножко побьем вратарям и больше поиграем с заданиями. Разбор полетов и установка на предстоящую тренировку. Теоретическая часть не менее важна перед выходом на поле. Об этом футболисты спортшколы Одинцова знают не понаслышке. Марк в спорте с четырех лет. Начинал, как и большинство, с дворовых игр. После того, как пришел сюда, сомнений по поводу выбора профессии не осталось. Хочет стать футболистом. Мне тут нравится, тут тренеры очень хорошие, хорошо тренируют. Даже не знаю, надо ли вообще идти в другие команды. Отсюда даже забирают некоторые команды, которые играют в первых лигах, а во-вторых в НЛ-2, в НЛ-1. Не важно, светит солнце или идет дождь. Футболисты спортшколы на поле в любую погоду. Тренировки три раза в неделю дают свои плоды. Поэтому и победили. Сейчас идет завершающий этап первенства Московской области. Осталось два тура. Даже не дожидаясь окончания сезона, смело можно сказать, в этом году команды показали достойные результаты. Возраст 12-го года наши ребята стали чемпионами Московской области. 13-й год завершился чемпионат, стали вторыми. Что очень нас радует. Есть действительно хорошие, молодые, перспективные игроки. А сегодня тренируются возраста 11-й и 10-й год, плюс работают вратари. Ребятам 2010-го года рождения еще предстоит показать спортивное мастерство на выезде в Ногинске. После этого через две недели начнется межсезонье. А это значит, будут делать упорно-восстановительные тренировки и работу над техникой. В конце сезона уже нагрузки ребят мы снижаем, потому что усталость накапливается. Больше на четкость выполнения каких-то упражнений, на качество больше. После матча игровой тонус юные игроки поддерживают на центральном стадионе. Зимой продолжат тренироваться в Манеже. Впереди у 12-го года турнир в Дедовске, который пройдет уже в эту субботу. Когда вернутся домой, начнут подготовку к предстоящему сезону. Он стартует в конце апреля следующего года. Меняется формат самого турнира. Теперь нам придется играть практически в полномасштабный футбол на все поле. От штрафной до штрафной меняется количество игроков. То есть для детей это уже новое нововведение такое, что они будут уже использовать другую схему игры. Поэтому сейчас мы уже стараемся не терять время и начинаем подготовку именно в этом формате. Многие ребята берут пример со старших братьев. Свои 11 лет Донис уже точно знает, чтобы стать профессиональным футболистом, игровой уровень необходимо постоянно совершенствовать. Я всегда выхожу играть во дворе, играю на тренировке и на улице один ухожу и тренируюсь. Высокие результаты в этом сезоне показали и футболисты 2008 года рождения. Впервые в истории округа они стали призерами первенства высшей лиги Подмосковья. Наша задача выходить и побеждать в каждой игре, независимо, какие там обстоятельства для нас. И хотелось бы побеждать там не просто абы как, а при хорошем качественном футболе, который мы стараемся поставить и учимся. Наша команда еще играть и играть. Пять лет впереди. Конкуренция колоссальная. Профессиональные футбольные клубы, достаточно хорошо подготовленные. И приятно вдвойне, что команда Одинцова на сегодняшний день, независимо от того, какое мы место займем, общекомандное, шестое или седьмое, сохраняя за собой путевку или право на следующий год играть вновь в высшей группе. Это огромное событие. Разные возрасты и уровни подготовки, но цель у всех одна – побеждать. Многие уже завершили сезон, а кому-то это только предстоит. Каков будет итог последних игр, покажет время. Ждать осталось недолго. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Маша Миланченко начала профессионально заниматься настольным теннисом в 9 лет. За ее хрупкими плечами 118 любительских турниров и больше 20 всероссийских. 17 в паре со взрослыми. Воспитанница спортшколы Одинцова заняла третье место в составе сборной Подмосковья на летней спартакиаде в Салавате. И не важно, что этот мир она слышит не так, как все, а задачи тренера выполняет точно, наряду с остальными. Вкус победы, говорит Маша, ей особенно по душе. Мне нравится побеждать. Я хочу побеждать, чтобы очень много грамоты получить, чтобы лучше получать. О чем ты мечтаешь в будущем? Я мечтаю настольный теннис, чтобы стать тренером, как мой папа. Алексей Болотников умело совмещает роль отца и должность тренера со спортом с детства на «ты». Легкая атлетика, баскетбол, борьба. Пришел в настольный теннис и остался. Азарт и эмоции игрового вида спорта оказались по душе. Теперь любовь к этой дисциплине прививает воспитанникам спортшколы Одинцова. По словам тренера, сегодня теннис относится к техничным и сложным видам спорта. Современный настольный теннис в связи с тем, что поменялся мяч с целлюлойдного на пластиковый, более тяжелый, его сложнее вращать. Он стал более атлетичным, да, и требует от спортсменов очень хороших физических параметров. Пробежка, работа с мячом, растяжка, а после можно браться за ракетку. Отточить комбинацию для атаки, уделить особое внимание вращению мяча. Чтобы поставить технику в настольном теннисе, уходит немало времени. Подбросить и закрутить – главный принцип игры в настольном теннисе. Но при этом после удара нужно еще успеть переместиться. Променял клюшку на ракетку и нисколько об этом не жалеет. Вова Малинский усердно оттачивает мастерство в зале и на соревнованиях. Признается, значимых побед в настольном теннисе еще не достиг, пока нарабатывает опыт на турнирах. Однако индивидуальный спорт все же ему нравится больше, чем командный. Свои разнообразности, не одно действие восполняешь, а много разных действий. Накаты, срезки, топсы и так далее. Пока одни отрабатывают удар индивидуально, другие тренируются в парах. Подготовка к новым соревнованиям идет полным ходом. Задачи перед спортсменами тренер ставит серьезные. И, скорее всего, они будут достигнуты. Екатерина занимается спортом с 9 лет. Успела попробовать себя в разных боевых искусствах. Но по душе девушки пришелся именно бокс. На ринге спортсменка уже третий год. Подход индивидуальный к каждой спортсменке, которая отбирается. А так нагрузки довольно интенсивные, но готовимся, переживаем. До того, как прийти в бокс, Мария занималась спортивной акробатикой. В единоборство пришла по совету отца. Теперь за ее плечами немало побед на соревнованиях. Особенно гордится золотом на чемпионате России. В будущем хочет сначала сделать себе имя в спорте, а позже стать тренером. Как по мне, бокс мне дает уверенность в себе, потому что я не стесняюсь. Я перестала бояться, как можно сказать, сцены. Но в ринге я перестала комплексовать, и много чего получается. Тренировки шесть раз в неделю, строгий режим и, конечно же, дисциплина. Чемпионки признаются, их высокие результаты на соревнованиях – заслуга тренера. Нам удалось воспитать уже двукратных победителей с первенства России. То есть некоторые из них несколько раз первенство России уже выигрывали. Вот это второй раз. И вот в этом году удалось девочкам наконец-то на международные соревнования попасть. Девушкам еще предстоит показать себя на нескольких турнирах. После, в конце ноября, Екатерина и Мария поедут в Ереван на первенство мира среди девушек. В этом году мы воспитывали еще одну девушку, выиграли чемпионат Европы. Второе место заняла. А до этого не было из Одинцова такого результата. За три года мы показали очень хороший результат. Федерация бокса продолжает активно развивать этот вид спорта. В ноябре пройдет турнир, на котором боксеры смогут получить очередной разряд. А на декабрь запланированы международные соревнования. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова